Меня часто и с удивлением спрашивают, ты стреляешь бобров на воде? Зачем? Они ведь сразу тонут. Мой ответ на вопрос в этом видео. Ночь. Небольшое лесное озеро. В 150 метрах заметил первого бобра. Быстро и стараясь не шуметь, подхожу. Бобр плывет вдоль плавни и меня не видит. Когда он окажется напротив меня, ломаю небольшую сухую веточку, чтобы привлечь его внимание. Боббер меня не чует и не видит, но он ныряет и плывет в мою сторону, чтобы проверить, что за шум. Всплывает не дальше 15 метров. Быстрый выстрел в голову. Боббор переворачивается и остается плавать в метре от берега. С помощью бипода вытаскиваю его на берег. Охота продолжается. Появляется второй боббер. Снова быстрый подход. Дистанция 60-65 метров. И боббер вылез на плавни. Боясь потерять его в тростнике, тороплюсь выстрелом по корпусу. Не точно. Боббер сползает в воду, а тут еще при отдаче крышку прицела закрыл, зацепившись рукой. На подранок тут же всплывает и медленно плывет, высунув из воды только кончик морды. Второй выстрел точно в голову. Однако боббер опять успевает занырнуть. Обычная ситуация при охоте на бобра. Даже смертельно раненый боббер зачастую успевает нырнуть. Жду 15 минут. И вот мой трофей всплывает. В тепловизор видно, как по воде от него расходятся две стройки крови. Но на середине протоки не достать. Иду домой спать. Ночью мы в обрад стреляли. По утру приехали его вытаскивать. Подсекаем. И вываживаем. Начинаем вытаскиваться. Продолжение следует... 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 Это на тему о том, как бобры тонут. После выстрелы. Обалдеть, крупный, хороший. Обалдеть, крупный, хороший. Обалдеть, крупный, хороший. Обалдеть, крупный, хороший. Продолжение следует...